всем привет с вами андрей читай новости не перестаю удивляться шольц до последнего подтянул передачу танков украине но его сломили с разных сторон шло давление и все-таки германия передаст старые танки леопард 88 штук на украину как это будет происходить это будет просить не от государства немножко другая схема немецкие промышленники вот эти танки передадут для использования но если танк сломается его надо доставить в германию отремонтировать и вот из-за это как раз украина будет платить деньги то есть немецкие промышленники они будут на этом зарабатывать немцы не упустят свою возможность немножко заработать также были слухи до сегодняшнего дня но сегодня подтвердилась об этом сказал министр польши что польша передала 100 танков т-72 на украину на что лавров также сделал заявление сегодня я читал что европа играет с огнем после таких вливаний в вооружении и амуниции запросто может начаться третья мировая война конечно там никому не хочется в европе но есть одна сторона которая на этом может заработать это америка как все мы знаем америка участвовала практически во всех войнах на европейском континенте но самое интересное что на американском континенте там были такие локальные войны между допустим 18 веке это если точнее в 1861 году по 1865 год это была война юг и север а так америка участвовала в мире везде то есть она далеко и им выгодно чтобы в европе разразилась в большая такая заварушка где можно продать за это время неплохо оружие так как в америке сейчас кризис и как мы знаем если кризис то обычно заканчивается какой-то войной так вот она войне можно немножечко деньги заработать и не только также было это мы видели кто читал историю вторая мировая война когда американцы союзники тянули тянули до последнего только в сорок четвертом вступили войну потому что они не знали еще кто победит как бы думали продавали тем и тем оружие так вот так же и сейчас возможно что вот это все накачка оружия то идет чтобы спровоцировать россию и европу такому конфликту но это мое личное мнение ребята так что пишите свое мнение в комментариях гуманство и свобода разграбления и походы нам не скрыться от ее глаз Deutschland, Deutschland выше всех нас Deutschland, твой крик мне слышит а когда читаешь комментарии многие пишут что я получаю от путина я получаю газ и нефть как и вся европа мы ездим на машинах из нефти делают бензин соляру газ нужен для немецкой промышленности также для отопления домов но ребята и я конечно далек от политики я простой водитель как бы получаю зарплату работу свою делаю исправно плачу налоги но когда простой человек да я вы смотрите телевизор мы все далеки от политики и по немецким новостям показывают репортаж с украины где человек пришел с мариуполя или ну там семья была да и спрашивают у него кто вас обстреливает и он говорит на русском языке потом идет сверху немецкий перевод и он говорит что нас обстреливали со стороны украины а переводчик говорит что это были русские солдаты и ты понимаешь тут что то не так начинаешь читать начинаешь и не интересоваться почему так почему в германии когда ты живешь платишь налоги показывают и рассказывают не то что говорят те люди которые находятся на украине это просто один пример это я не какая не пропаганда я вообще не за войну если что я за то чтобы все это кончилось быстрее понимаете я не за россию я не за украину я просто хочу чтобы люди не умирали там допустим сейчас германия делает все то чтобы там продолжалась война амуниция танки это техника это оружие которое убивает людей что с одной что с другой стороны понимаете вот в чем причина если германия как она говорит мы хотим чтобы все это закончилось так вы сделаете для того чтобы россию и украину посадить за стол переговоров они накачивать оружие понимаете то есть это оружие может убить и солдата русского или украинского солдата может ребенка убить вот это ужасно что такие страны которые якобы за демократию до за мир но сами вливают оружие то есть туда танки туда амуниция уходит вот это мне непонятно а страдают мирные жители раз вы политики ну договаривайтесь как-то мирным путем вот такой у меня посылка вам ребята так что я за мир во всем мире я не одобряю вот эти военные действия потому что ли гибнут мирные люди мне их очень желаю